Добрый день! Сегодня у нас, наверное, будет самая короткая видеопрезентация в наших фиговинах. Ну, теперь мы их не называем фиговины. Производители и продавцы требуют уважительного отношения к их товарам. Поэтому это не фиговины, а просто анбоксинги различных гаджетов. Итак, короткая наша сегодняшняя презентация потому, что гаджет вам сильно и хорошо знаком. Это Pocketbook 360, но только плюс. Новая модель. А вот это не плюс. Найди два отличия, не найдете ни одного, потому что визуально никаких отличий как не было, так и нет. Плохо это или хорошо? На мой взгляд, больше хорошо, чем плохо. Поскольку позитивных моментов в Pocketbook 360 больше, чем негативных. Собственно, из негативных я только один знаю. Это экран. Экран, который посажен прямиком на плату. И вы помните, прошлым летом даже в моем семействе нет единого мнения, что случилось. Но читатели дружно сказали, что сам гад виноват, продавил локтем или что. Неважно. В общем, экран у меня умер. И он устроен таким образом, что починить его невозможно. И вообще с ним ничего невозможно. Он лежит прямо на плате. Невозможно потому, напоминаю читателям эту печальную историю. Потому что, когда лопнул экран, тут же повредилась и материнская плата. То есть, ладно, там экран менять за 140 долларов. Так пришлось целиком гаджет. Ну, в общем, поменял я весь гаджет. Вот он старый, вот он новый. Итак, визуально ничего не изменилось. Сохранился превосходный, на мой взгляд, до сих пор непревзойденный форм-фактор. Этой читалки лежит в руке идеально. Кнопочки нажимаются идеально. Так же жестко, как и в прошлой модели. Многим это не нравится. Ну, когда много кликаешь, конечно, пальцы устают. Ну, можно нажать еще на ободочек этого шоустика своеобразного. Короче, все то же самое. А вот нутро изменено. Вместо 400 мегагерцового процессора здесь 500 мегагерц. Вместо 64 мегабайт оперативки 128. Вместо встроенных 512 мегабайт 2 гигабайта памяти. Дальше. Здесь теперь Wi-Fi. И полноценный браузер, которого не было. Ну, и самое па-ба-бам, самое ценное и лучшее, это цена. 5 490 рубликов. Вот это хит, согласитесь. За такую прекрасную читалку. Сколько, 5 400, это около 200 долларов. Это замечательно, поскольку гаджет переходит из эксклюзивной категории в категорию, в хорошем смысле слова, ширпотреба. То есть массового спроса. Спрос-то давно есть массовый. А вот с предложением под достойным ценом было тяжко. Я думаю, всем дал жару Kindle, который со своими 107 и 137 долларами за гаджет последнего поколения, читалку последнего поколения, просто убил на корню всех этих жадных прочих товарищей. И все теперь вынуждены подстраиваться именно под новую ценовую категорию. Думаю, еще через пару лет мы будем иметь читалки на электронных чернилах где-нибудь там в пределах 100 долларов. Вот это будет классно. Итак, резюмирую, повторяю. Что у нас тут? 500 МГц процессор, 2 ГГц оперативки, то есть вру, 128 ГГц оперативки, 2 ГГц встроенной памяти, браузер, Wi-Fi и 5 490 рублей. Все остальное без изменений. Все остальное без изменений. И еще один добавлю ложку лёгтя. Негативный фактор – это то, как 360 листает. Вот вы помните мою презентацию буквально недавно, 602 и 903 Покетбука. Там экран совершенно другого поколения или не знаю, что они там сделали, но там листания практически этого мерцания нет. И все очень удобно и на грани за, по ту сторону любых чисто физиологических дискомфортных состояний, которые какие-то там зрители, читатели испытывали. Здесь вот этот дискомфорт есть. Вот мерцание, ну, на мой взгляд, неприятное. Вот. В новой читалке то же самое. Мерцание такое же сохранилось, как было. Экран тот же. Форм-фактор прекрасный. Интерфейс блестящий. На мой взгляд, просто, наверное, один из лучших. Привязка активнейшая идёт к магазину. Естественно, Покетбук свой букленд раскручивает, как может, и правильно делает. Будущее именно в этом направлении. Ну, вот и всё. Вот, посмотрите. Как листает 360+. Ну, нормально, наверное. Меня особо не раздражает. Это, вот это моя штатная читалка. Ещё глобус бук. Всё. Хотел короткую сделать. Получилось опять на километр. Кат. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...